Театр должен не только развлекать придворных, но и просвещать остальных россиян. Так решила императрица Екатерина II. 12 июля 1783 года она издала указ о реформе театрального дела. Придворным артистам разрешалось играть спектакли для широкой публики за деньги. Реформа коснулась и репертуара. Помимо комедий и трагедий на сцене стали ставить оперы. Сначала артистов на казенные деньги отправляли учиться за границу. Затем театральная школа появилась и в России. В том же 1783 году 5 октября был торжественно открыт Большой каменный театр на площади, которую позже переименуют в театральную. Театр тут был действительно большим не только на словах, не только по названию. Действительно у него была огромнейшая сцена, гораздо больше, чем сцена нынешнего Мариинского театра. Поэтому в кардебалете, в кардебалетных сценах было задействовано гораздо больше народу. Сейчас на месте Большого каменного театра находится Санкт-Петербургская консерватория. А сам он в 1860 году переехал в новое здание по соседству. Его-то и стали называть Мариинским театром в честь императрицы Марии Александровны, супруги Александра Второго. Рисунок на занавесе до сих пор повторяет узор ее коронационного платья. Исторической сцене театра осенью исполнится 163 года. И у нее множество секретов. За кулисами есть рельсы, по которым лошади раньше возили вагонетки с декорациями. А еще двухсотлетние колокола. Их часто можно услышать в операх, например, в «Борисе Годунове». Сложнее всего на исторической сцене выступать артистом балета. Сцена эта с покатом. К зрительному залу чуть-чуть понижается уровень. Раньше все оперные дома строились именно по такому принципу, чтобы зрителям, сидящим на дальних рядах, было видно то, что происходит в глубине сцены. Раньше все репетиционные залы строились по тому же принципу. А современным танцовщикам приходится привыкать к необычной сцене. И все же служить в Мариинском – мечта каждого артиста. Мариинский театр невозможно сравнивать, мне кажется, вообще с любым другим театром. Когда ты сюда приходишь, ты попадаешь в атмосферу, ты чувствуешь историю, какие выдающиеся деятели искусства здесь выступали, какие создавались невероятные спектакли. И больше всего меня радует, когда зрители наши самые маленькие, наши фанаты. И вот эти горящие глаза уже, когда ты выходишь после спектакля, видишь. Вот отсюда уже даже у нас, у артистов, появляется столько энергии, потому что вот для таких зрителей всегда хочется стараться, трудиться на все просто 200-300 процентов. На сцене Мариинки выступали и Федор Шаляпин, и Рудольф Нуреев, и Галина Уланова. Именно здесь Мариус Петипа поставила знаменитую боедерку, ставшую классикой. Главную роль исполняла юная Анна Павлова. В Петербурге Петипа создал и спящую красавицу. Прежде чем писать музыку, Петр Чайковский требовал подробный план балета. Хореограф вырезал фигурки артистов из картона и передвигал их, зарисовывая композицию спектакля. А услышав готовое произведение, изменил некоторые танцы. Так появился балет, который только при Петипа сыграли 200 раз. После смерти Чайковского хореограф создает и свою версию «Лебединого озера». С тех пор на нее ориентируются лучшие театры мира. Центром балетного мира стал Петербург. Благодаря Петипа, благодаря его спектаклям, благодаря успеху артистов, в этих стенах родился миф о русском балете. Русский балет прежде всего петербургский балет. Сегодня Мариинский театр – это не только историческая сцена, но еще несколько площадок. Мы построили себе несколько каменных залов, выступаем с симфоническими программами в одном из лучших акустических залов мира. И мы, конечно, очень этим дорожим. Часто выступаем в Москве. Буквально все крупные московские премьеры идут с участием солистов Мариинского театра. Десять лет назад открылась новая сцена Мариинского театра. В здании семь надземных этажей и три подземных. Стены в фойе отделаны иранским ониксом и юрским мрамором, а в зрительном зале – гипсом для идеальной акустики. Пол выложен дубовым паркетом. То же самое Лебедино озеро или Жизель и Дон Кихот, они в двух этих театрах по-разному выглядят. Именно из-за освещения, именно из-за масштабов сцены. Поэтому интересно наблюдать за тем, когда один тот же балет переносится на вторую сцену, он выглядит чуть по-другому. На крыше нового здания есть амфитеатр. Это идеальное место, чтобы любоваться белыми ночами и звездами легендарной Мариинки.